Асик Трудно сказать, что именно произошло на вершине дуба, в большом аистином гнезде. Но только там поднялась среди птенцов страшная возня, и один из аистят вывалился из гнезда. Это был уже крупный птенец, немного поменьше взрослого аиста, однако летать он еще не мог. Беспомощно хлопая крыльями и цепляясь за ветки, аистенок падал вниз и, наконец, тяжело шлепнулся на землю. Юра и Вася, игравшие неподалеку в чижик, подбежали к упавшему птенцу. Он лежал на траве, видимо, ошеломленной падением, широко открыв клев и растопырив крылья. На них среди мягкого пуха уже начинали пробиваться перья, еще заключенные в твердую синематую оболочку. И весь аистенок был тоже покрыт наполовину пухом, наполовину растущими молодыми перышками. Оправившись немного, птенец тряхнул головой и попытался встать. Он подскочил, хотел опереться на лапу, но тут же захлопал крыльями и снова упал. Юра осторожно взял его и поднял, желая поставить на ноги. «Да у нее нога сломана!» воскликнул Вася. «Смотри, болтается!» «Действительно, правая нога у истенка беспомощно болталась!» «Вот беда!» сказал Юра. «Нужно ему перевязку сделать!» «Верно!» согласился Вася. «Тащи его скорее к нам!» Весть об истенке мигом облетела пионерский лагерь, и все ребята сбежались посмотреть на такого неожиданного гостя. Прибежала пионерова жатая, Валя. Узнав о том, что случилось с истенком, она решительно сказала. «Его нужно сейчас же показать Марии Ивановне!» И Валя вместе с ребятами пошла на другой конец деревни, где находился медпункт. Врач Марии Ивановны еще издали увидела толпу ребят. Они о чем-то взволнованно шумели и направлялись к медпункту. «Что-нибудь случилось?» – подумала она, и торопливо вышла на крыльцо навстречу детям. «Мария Ивановна, мы к вам! Поглядите, у него нога сломана! Перевяжите, пожалуйста!» – заговорили, перебивая друг друга ребят. «Кто-кто сломал ногу?» – заволновалась Мария Ивановна. «А истенок ногу сломал», – ответил Юра, пробираясь с пенцом к крыльцу. «Он из гнезда вывалился, а мы с Васей его подобрали!» А истенок удивилась Мария Ивановна. «Такого больного я в жизни первый раз принимаю! Покажите мне его!» «Ах, педняк!» – добавила она. – Нога-то и верно сломана. Придется ему повязку наложить. «Посиди с ним здесь, на крыльце, – обратилась она к Юре. – А я сейчас принесу все, что нужно!» Мария Ивановна ушла в дом и скоро вернулась, неся бинт и две тонкие лучинки. Она приложила лучинки с двух сторон к больной ноге аисты и туго прибинтовала их. «Вот теперь сломанная кость срастется как следует», – сказала она. «Нужно только, чтобы аистенок некоторое время не вставал на ноги, а через неделю-другую он опять бегать сможет. Ребята поблагодарили врача и унесли крылатого пациента домой. Теперь предстояло устроить ему покойное место для выздоровления. «Как же с ним быть, чтобы он на ноги не вставал», – волновались дети. «Ведь в постель ты его не уложишь». Начальник лагеря Андрей Иванович, к которому обратились ребята за помощью и советом, для такого случая дал большую корзину. «А сверху вы ее материи завяжите, чтобы он встать не мог», – сказал Андрей Иванович. «Только твердым не накрывайте, иначе он может всю голову себе разбить». Дети нарвали и настелили в корзину свежей травы, посадили туда ястенка и завязали корзину большим платком. Его дала сама Мария Ивановна. Она тоже пришла навестить своего длинноносого пациента. С начала в кормлении ястенка охотно принимали участие почти все ребята. Они даже спорили и ссорились из-за того, кому первому угостить – Асика, так прозвал его Юра. Дети бегали по лугу, по болоту, ловили крупных кузнечиков жуков, лягушек и угощали больного. Аппетит у него оказался отличный. Как только ребята вбегали в комнату, где сидел Аист, он радостно приветствовал их, закидывая голову на спину и громко щелкал клювом, будто выбивая барабанную дробь. Пионер-вожатая Валя рассказала детям, что аисты никогда не кричат, а только таким щелканем и выражает свое удовольствие. Дети снимали с корзины платок и давали Асику из ведерочка лягушат и кузнечиков. Аист хватал их клювом, иногда ловко подкидывал вверх, чтобы перехватить поудобнее, и проглатывал одного за другим. Аистенок был настолько прожорлив, что быстро сумел отбить охоту многим из ребят заниматься его кормлением. Сколько бы еды дети не приносили, он тут же с аппетитом все съедал, а потом выглядывал из своей корзины с таким видом, будто спрашивал «Больше ничего нет?» Ну и обжора изумлялись дети. Прямо наказание, ни во что поиграть не дает, только целый день его и корми. Очень скоро большинство ребят перестали интересоваться аистенком, и весь уход за ним взяли на себя юные натуралисты Юра и Вася. С утра нужно было вычистить корзину, сменить в поилке воду, а главное накормить ненасытного больного. К счастью, для ребят выяснилось, что Асик весьма неприходлив и охотный ест не только жуков и лягушек, но и нарезанное кусочками мяса, и даже не отказывается от моченого хлеба, каши и вареной картошки. С едой сразу пошло налад, и ребята вздохнули свободно. А тут, кстати, вскоре Мария Ивановна осмотрела больного и сказала, что ему пора ходить, и потому можно его выпустить из корзины. Аистенок очень обрадовался, когда опять очутился на свободе. Он начал махать крыльями и приплясывать по двору. Асик оказался весьма любопытным. Вышагивая на своих длинных ногах, он обходил весь двор, заглядывая в каждый уголок. А ребята издали наблюдали за ним. В тени под навесом лежал мохнатый дворовый щенок Тузик. А Аистенок направился прямо к нему. Тузик сначала струсил и забился в самый дальний угол, но увидев, что этот длиноносый гость за ним не гонится, снова вылез из угла. С опаской подошел к Аисту и слегка тяпнул. Асик подскочил от неожиданности и остановился как бы в недоумении. А Тузик, присев на передние лапы и виляя пушистым хвостом, всем своим видом приглашал его поиграть и побегать. Но Аист видно не понял этого. Он еще раз с высоты своего огромного роста поглядил на глупого щенка и, больше не удостаивая его вниманием, важно зашагал дальше. Асик быстро освоился в новом месте и, видимо, чувствовал себя отлично. Он заходил в спальню к ребятам, в столовую, в кухню, а однажды совершил даже небольшой проступок. Повар Иван Петрович сварил детям компот и поставил его на окно остудить, а сам пошел в огород принести к обеду зелень. Каково же было его изумление, когда, вернувшись в кухню, он нашел там Аисту, который преспокойно запускал свой длинный клюв в кастрюлю и, доставая оттуда ягоды, ел их с большим аппетитом. Увидя повара, Аистенок от удовольствия и в благодарность за угощение, закинул голову на спину и приветствовал Ивана Петровича громким щелканьем клюв. — Ах ты, поганец эдакий! — только развел тот руками. — Лягушек ешь, а потом носом в компот лезешь. И повар выгнал из кухни длиноноса лакомку. Пришлось варить новый компот, а этот отдать Аисту. В другой раз Асик провинился перед самими ребятами. Юра собирал коллекцию жуков. Он засушил их, расправляя наватки, в широком фанерном коробке. Как-то в солнечный день Юра выставил своих жуков на крыльцо, чтобы они получше просохли. Взяв книгу, Юра сел тут же в тени почитать. Вдруг он услышал какие-то странные звуки, будто кто-то постукивал молоточком по дереву. Юра поднял глаза от книги и просто умер. На крыльце, возле ящика, стоял Асик. Он с видом знатока разглядывал лежавших на вате жуков, выбирая, какой ему больше понравится. Потом он с размаху стукал клювом одно коробка, хватал сухого жука и тут же, недовольно тряся головой, откидывал его прочь. — Кши, кши, кши ты, — не своим голосом завопил Юра, бросаясь спасать коллекцию. Асик отбежал прочь и остановился в нескольких шагах, явно недоумевая. В чем же дело? А Юра схватил ящик с жуками и начал разглядывать, каких и сколько жуков вытащил из коробки противный Аист. К счастью, Асик только еще начал знакомиться с Юриной коллекцией и испортил всего трех или четырех жуков. Из-за привычки хватать все, что не полагается, с Асиком однажды чуть было не случилась крупная неприятность. Прогуливаясь по двору, он заглянул в чулан. Там стояла кошелка, а в ней на мягкой подстилке спали маленькие еще слепые котята. Кошка мать отсутствовала, она, очевидно, отправилась на кухню немного закусить. Асик заглянул в кошелку, наклонил на бок голову, словно в раздумье, и вдруг, схватив клюву одного из котят, высоко поднял наверх, намереваясь проглотить. Котенок громко запищал, и тут в дверях появилась кошка. Со страшным шипением кинулась она кайсту, тот перескочил через нее, выбежал из чулана и пустился удирать. Но, видно, со страха он не выпускал из клюву котенка и уносил с собой, а кошка со зловещим криком неслась по двору вслед за похитителем. Наконец, Аист выронил из клюву котенка, и мать сейчас же прекратила погоду. Она взяла малыша за спинку зубами и отнесла обратно в кошелку и леглась вместе с котятами. С тех пор Аист долго с опаской поглядывал на сердитого зверя и далеко обходил страшное место. Зато в компании кур Асик сразу почувствовал себя превосходно. Он разгуливал среди них такой огромный, ни на кого не похожий, внимательно приглядывался к земле, отыскивал жучков и склевывал их. Он очень скоро понял все куриные повадки и особенно громкое коконя петуха, когда тот находил что-нибудь вкусное и звал к себе кур. Услыхав этот зов, Асик со всех ног бросался к петуху, легко перепрыгивал через спешивших туда же кур и всегда поспевал первым. Он подскакивал к петуху и выхватывал из-под носа корочку хлеба или какой-нибудь другой вкусный кусочек. А петух мрачно отходил в сторону и от огорчения даже не хлопал крыльями и не пел ку-крику. За лето Асик стал совсем ручным. Заметив ребят, он сейчас же бежал к ним навстречу и заглядывал в руки, ожидая, что его чем-нибудь угостят. Больше всех Аис привык к Юре. Тот всегда приносил ему в кармане что-нибудь вкусное. Стоило только Юре опустить руку в карман, чтобы достать оттуда кусочек сахара или хлеба, а уже Аис заранее радуется, приплясывает и пощелкивает клюв. А потом Асик вот чему научился. Как увидит Юру, подбежит к нему и прямо запускает свой длинный нос в карман, запустит и шарит там. И к другим ребятам Асик тоже стал в карманы заглядывать. Дети даже из этого устроили забавную игру. Спрячут в карманы хлебные корочки, а Асик их ищет. У кого первого найдет, тому значит надо водить в палочку в ручалочку или в жмурки. Асик целые дни проводил с ребятами, но особенно он любил с ними танцевать под углубную гармошку. Юра умел на ней хорошо играть. Бывало только заиграет, только начнут ребята скакать, прыгать, изображая какой-нибудь необыкновенный танец дикарей, Асик уж тут как тут, распустит крылья и тоже начнет подпрыгивать и приплясывать вместе с детьми. Ребята перед ним еще пуще стараются. И Асик не уступает, такие коленцы выкидывает, просто диво. Запыхаются детишки. Жарко, терпения нет. А тут глядь, уже пришло время купаться. Ребята на речку, и Асик с ними. Он с детьми и купаться ходил, и в лес за ягодами, за грибами. Ребятишки грибы собирают, а Асик разных жучков лягушат ловит. В середине лета Аист выучился летать и стал частенько отправляться один на прогулку, на лох или на болото. Там в эту пору уже разгуливали и другие Аисты, старые и молодые, вылетевшие из гнезд. Асик все чаще и чаще проводил время в их компании и только к вечеру прилетал ночевать домой. «Ну, скоро теперь и совсем улетит на юг», – говорил Андрей Иванович. Через несколько дней ребятам пришлось расставаться с Асиком, так как наступила пора уезжать с дачи. Накануне отъезда ребята особенно хорошо угостили Аисты и просили своих приятелей, деревенских ребятишек, присмотреть за ним. На утро весь лагерь уехал в город. Быстро прошли осень и зима. Разве заметишь время, когда у ребят столько забот? Учения, пионерские дела, а по праздникам – санки, лыжи, коньки? Не успели оглянуться, как опять наступила весна, и опять веселой дружной семьей ребята покатили в лагерь. Сколько интересных дел ждало их впереди. Сходить на речку, в парк, в лес, посмотреть – там все заветные волки, овраг с барсучьими норками, старую сосну, где Коршун устроил гнездо, скворечники и дублянки, развешанные детьми еще в прошлом году. Но, пожалуй, больше всего хотелось ребятам постараться вновь разыскать своего приятеля – Асика. Вернулся ли он из далеких стран? Не случилось ли с ним чего-нибудь недоброго? А может, и просто не прилетел в эту деревню, выбрал для жилья другое место. Все это очень интересовало и беспокоило ребят. И вот, в первый же день, все сразу выяснилось. На соседнем высоком дереве два Аиста устроили себе гнездо. Наверное, один из них – наш Асик, решили ребята. «Асик, Асик!» – звали они его и манели разными вкусными вещами. Но Аист, сидя на толстом суку возле гнезда, внимательно поглядывал вниз на детей, однако слететь вниз побаивался. Значит, отвыка огорчались ребята и вскоре совсем перестали обращать внимание на гнездо Аиста. Но на третий день случилось вдруг то, чего никто из детей не ожидал. После завтрака все ребята вышли на лужок. Юра достал свою губную гармошку и сыграл на ней. И тут Асик, про которого никто и не думал, слетел с дерева, распустил крылья и стал прохаживаться вдали от детей, будто готовясь к танцу. «Глядите, да у него на лунаике кольцо», – с изумлением сказала вожатая Валя. «Правда, правда!» – подтвердили дети. «Откуда же оно взялось? Вот интересно-то!» С этого дня ребята решили во что бы то ни стало поймать Аиста и узнать, что это за кольцо. Однако поймать его оказалось совсем нелегко. Хотя Асик стал опять, как и в прошлом году, прилетать на лужок к детям, но в руки он ни за что не давался. Тогда было решено хитростью изловить его. Дети сходили на пруд, наловили головастиков и карасиков, а потом пристроили старый бредень на палке и установили его посреди двора. К ловушке приладили сторожок на длинной бечерке, которую протянули по земле. Стоило только дернуть за бечевку, сторожок выскакивал из-за руки и сеть падал на землю. Устроив такую ловушку, дети поставили под нее большую стеклянную банку с водой и пустили туда головастиков и карасей. Когда все было готово, Юра заиграл на своей гармошке. Как и следовало ожидать, Асик не замедлил явиться на лужок и стал прохаживаться, потряхивая крыльями и задорно поглядывая по сторонам. И вдруг он заметил карасей, которые, поблескивая чешуей на солнце, сплошной золотистой массой кишили в банке. Асик вытянул шею и осторожно вышагивая стал приближаться к банке. — Идет, идет, — замирая от волнения, — шептали ребята, спрятавшиеся за сарайчик. — Вот Асик уже в самой ловушке. Он с любопытством глядит на карасей, делает еще шаг и запускает в банку свой длинный клюв. И в тот же миг его накрыла упавшая сеть. Как вихрь понеслись ребята из своего укрытия к пойманной птице. Асик старался выбраться из-под сети и не мог. Дети бережно высвободили его и начали разглядывать надетое на ногу алюминиевое кольцо. — На нем что-то написано, только не по-русски, — сказал Юр. — Не разберу, что. — Зовите скорее Андрея Ивановича. Ребята понеслись на поиски. Начальника лагеря они нашли в кабинете. Андрей Иванович быстро надел очки и вместе с детьми пошел во двор. Он осторожно взял Асика за ногу и стал внимательно разглядывать кольцо. Ребята ждали, затаив дыхание. — Это кольцо надето в Африке, — сказал Андрей Иванович, — а буквы и цифры обозначают серию и номер кольца. — В Африке, — изумились дети, — вот значит, где зимовал наш Асик. — Вы, конечно, знаете про кольцевание птиц, — продолжал и Андрей Иванович. — Давайте перепишем все, что выгравлено на кольце, а Асика выпустим. Пускай летает везде, где захочет, и повсюду носит собой свое путевое кольцо. — Продолжение следует... — Продолжение следует... — Продолжение следует...